хотел записать небольшое видео про то как можно достаточно удобно добавлять устройство в систему openhub достаточно уже развесистая система много всяких разных датчиков заносить все значения вручную достаточно утомительно поэтому есть способ есть способ это делать более или менее автоматизировано ну вот тут нарисовались все графики положение реле вот однако вернемся конфигурации смотрите какая есть интересная вещь если мы с вами то есть я пользуюсь mqtt и собираю данные zigbee то есть у меня стоит zigbee to mqtt тут довольно много всяких разных датчиков и сейчас я ради интереса один из таких датчиков он у меня называется он у меня называется тест-сенсор стоит прямо передо мной это датчик движения датчик присутствия с задержкой скажем так вот у него есть данные то что показывает zigbee mqtt соответственно эти данные появляются вот в mqtt то есть вот его можно здесь найти где у нас вот тест-сенсор если забивать обычным образом надо все вот эти поля с джейсон пасами вбивать в openhub есть вариант немножко другой значит смотрим здесь какие у него циферки циферки у него заканчивается на 6b е5 ищем здесь 6b е5 вот он вот у него есть батарейка освещенность освещенность в люксах качество соединения температура и напряжение батарейки значит ну я все топики заносить не буду давайте покажу ну основные то есть освещенный батарейка естественно освещенность в люксах и температура ну то есть вот как бы качество соединения в принципе ну его конечно тоже можно собирать но на любителя так идем в вещи добавить вещь добавить вещь м qtt биндинг и вам кто ты был в м qtt биндинге добавляем home assistant м qtt компонент нужно указать бридж обязательно тогда тут и идентификатор стал сразу длинным нужно описать безусловно что это у нас такое-то у нас тестовый датчик датчик присутствие находится у нас ну в кабинете он находится потом можно все это поправить о теперь самое интересное нужно сюда вписать конфиг топики но смотрите тут есть такая вещь во первых есть префикс префикс соответственно писать не надо и вот что здесь ну не совсем очевидно значит требуется список home assistant configuration topics и пример написан полностью и с home assistant там из конфигом на самом деле нужна только центральная часть эти она уже думает что пора давайте что такое для батарейки вот от центральной части у меня там qtt explorer вот батареи вот я копирую в клипборд вот эту вот штуку сюда ее вставляю вот то есть этого батареи есть конфиг планета его сама найдет home assistant убираем и следующей строчкой пишем следующее свойство освещенность в люксах освещенность в люксах зачем не батареи конфиг вот она освещенность в люксах так что что ты будешь делать тут такой нюанс есть ну вот даже с конфигом неважно обрежем вставляю сюда здесь а значит home assistant убираем и слова конфиг и слышь тоже слышь тоже убираем так ну еще полезное свойство здесь у нас будет температура на эти тут у этого explorer мышку не туда повел и она значит все уезжает далеко то же самое конфиг убираю home assistant так ну перепроверяю все ли правильно ok создаю вещь значит она у нас на букву т тестовый датчик он кстати у меня уже оказывается заведем заведем вручную здесь я его через home assistant завожу так смотрим каналы каналы сразу появились да при этом собственно остается добавить только сами элементы что мы просто радикально упрощает всю историю элементы создаем новый элемент здесь вот почему-то всегда создает подчеркивание там иногда буковки n добавляет я не буду здесь менять название единственно значит уточню что кроме типа number есть number temperature вот то есть дальше тут тоже можно чтобы был хороший значок у нас поставить что это у нас температура дальше класс у нас это будет измерение для того чтобы потом это все увидеть ну и семантическое свойство это у нас температура какой группе он относится он у нас он какой группе а а а а а а я не завел его я не завел то есть по-хорошему для каждого устройства нужно заводить здесь группу для чего это делается для того чтобы потом можно было красиво это все дело компоновать ну я его просто отнесу в кабинет пусть он в кабинете болтается ничего страшного там нет все link смотрим значение температура 30 градусов ерунда какая то давайте вам куда-то проверим тест-сенсор значит он там указывает вот сюда вот на температура и температура 30 самом деле такую температуру давайте на нем кнопочку нажму чтобы может он исправиться на никаких 30 градусов конечно хотя я знаю почему это был он стоял у меня меня стоял под вентиляторами под вентиляторами монитора вот похоже в чем дело да тут самом деле под монитором заметно теплее я рукой проверил я сейчас перестал в другое место надеюсь ему папа папа полегчает ну ладно то есть температура 3 соответствует главное соответствует значение тому что есть батарейках вот интересный момент с батарейками которые я для себя нашел опять убираю лишнее подчеркивание тип у нас будет номер battery level есть у нас красивая картинка семантический класс ну поставим point не будем ничего менять property но тут у нас тоже тоже ничего не поставим группа 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 у него так слушайте а где же где же где же где же ему сказать что он безразмерный вот тина сам забыл так сейчас значит это указываем что это у нас кабинет кабинет тут есть еще панель кондиционер отдельно заведены у меня кабинет так ну вроде тут все на так создаем линк о сто процентов важный момент на самом деле это в свойствах канала есть надо обязательно указывать здесь все автоматом взялось либо просто номер либо дымэншин лес то есть безразмерная величина для того чтобы нормально показывались проценты иначе будет показываться единица вместо 100 я вот с этим тоже столкнулся когда заводишь тип все пытаешься сделать красиво получается немножко ерунда так ну и все тоже самое 5 это лишнее подчеркивание это у нас освещенность в люксах на то что такое иллюминации нету есть white white не очень красиво на ничего не будут так оставить так группа тоже кабинет готовым группы лучше сразу оставлять так он показывает но люкс он в полной темноте стоит идем проверять и в самом деле у него ноль люксов включаю настольную лампу смотрим что у него поменяется меняется у него что-то или нет люксов по-прежнему ноль что-то с этим датчиком неладно когда его видели последний раз видели его только что ну какой-то он ерунду все-таки передает теперь люкс осталось 178 температура осталось 30 но это вот я его под лампу поставил проверяем здесь еще 26 люксов о здрасте пожалуйста 26 люксов а здесь 192 вот все здесь 192 все работает не забываем нажать кнопку save ну и дальше соответственно можно модель но в модель лучше всего тащить нам нужно создавать конечно элемент там нужно создавать элемент потому что сейчас это у нас просто вот первый этаж кабинет вот она все прям сюда вытащилась поэтому если мы зайдем вот в основной обзор у нас обзор где у нас здесь кабинет вот он кабинет это термостат таким образом нарисован должен быть где-то у меня тут кабинет вот он кабинет вот кабинет здесь открываются просто все данные вот почему-то knx не сочетался интересно а торшер работает или нет да торшер работает данные из knx система почему-то не поступили ну вот 190 люксов 30 градусов сейчас настольную лампу выключу сто сто восемьдесят восемь стало хотя должно быть поменьше можно зайти в график посмотреть на тут данных мало странно опять сто восемьдесят восемь люксов иду перепроверять так где у нас тестовый сенсор до сто восемьдесят восемь дать я кнопку нажму чтобы данные передал со всеми этими устройствами zigbee однозначно есть всегда вот тут 400 и тут 400 все работает замечательно с устройствами через zigbee они все-таки обновляются довольно не часто и как